10 августа губернатор Тверской области провёл очередной приём граждан. Жители региона обратились к Игорю Рудене по разным вопросам. Газификация, ремонт поликлиники и запуск прямого автобуса от посёлка до больницы. Об итогах встречи расскажет Наталья Чекет. С просьбой о выделении средств для газификации деревни Благунова в Калязинском районе от всех жителей обратился Никита Иванов. Сейчас в населённом пункте порядка 50 домовладений, где постоянно проживает около 100 человек. Самое интересное то, что распределительный пункт находится у границы деревни и рядом стоящий коттеджный посёлок имеет газ, а соответственно наша деревня на сегодняшний день не газифицирована. Деревня возрождается, если смотреть с перепись населения 2010 года, то численность деревни была порядка 15 человек. Сегодня деревня возрождается и в основном это молодые семьи из детьми, которые проживают круглогодично. Глава региона ответил, строительство распределительных газовых сетей в деревне Благунова Калязинского района включено в программу газификации. Деньги с нашей стороны выделены, порядка 7 миллионов рублей. У нас в планах до 1 декабря сдача этой работы. С вопросом об организации прямого сообщения до больницы в посёлке Редкино по маршруту. Из-за плита зерки Редкино обратилась Наталья Шрайнер. В настоящее время жителям приходится добираться с пересадками. На станцию приезжает в Редкино и с Редкино уже едут дальше. А бабульке, конечно, неудобно до больницы добираться и хотели бы, чтобы он был в круговую и сразу до посёлка Редкино. Не до станции, а до посёлка. Во время приёма Игорь Руденни рассказал, что на территории Конаковского района в начале марта будет запущен транспорт Верхневолжья. Как временное решение, до марта, с 13 сентября, вводится изменение маршрута, который у вас ездит, не доезжая до того места, которое мы указали. И должно быть изменение внесено. И уже с 14-го должно работать с учётом этих изменений. А жители посёлка Максатиха обеспокоены состоянием поликлиники, которая требует ремонта. Как рассказала Ольга Манцветова, старшая медсестра Максатихинской ЦРБ, здание, где сейчас расположено медицинское учреждение 1930-го года постройки и находится в неудовлетворительном состоянии. Сейчас хочу поговорить насчёт перевода поликлиники в стационарный первый этаж. Там нужно доделать и отопление, проводка и канализация. Это нужно поменять, вот на первый этаж в стационаре, и нам можно переходить. Как пояснил губернатор, решение о переводе поликлиники на первый этаж лечебного корпуса Максатихинской ЦРБ принято ранее. Для этого будут проведены электромонтажные работы, заменены окна и двери. После поликлинику переведут в отремонтированное помещение лечебного корпуса. Губернатор отметил, что этот вопрос будет находиться на его личном контроле.